Иногда болтовню под рук может остановить только появление накачанного красавчика. Ммм, какие мускулы. Должно быть, он все время проводит в фитнес-клубе. Но в каком? А, да, мы у цели. Спортивные парни, отличная мотивация купить абонемент. Пойдем скорее. Начнем с легкой разминки. И раз, и два, и раз, и два. Отлично. Групповые тренировки, это так весело. А теперь наклоны в сторону. Упс, ой, я такая неуклюжая. Да ладно, бывает. Приступаем к растяжке. О нет, тренер сошел с дистанции. Простите, я не хотела. Окей, продолжим тренировку. Ауч, ауч, моя нога. Эта девушка постоянно кого-то задевает. Я больше так не буду. Но уже через секунду все повторяется. Групповые тренировки, это не для меня. У некоторых посетителей зала настоящая фобия бактерий. Фу, а одноразовых тренажеров здесь нет. Полная антисанитария. Стоит надеть перчатки. Посещение спортзала сулит много опасностей. А вот и тренер. Такой приветливый. Надо бы с ним поздороваться. Но сначала дезинфекция. Ну вот, теперь я спокойна. Правда, нужно снова обработать перчатки. Так, с чего бы начать? Может, с велотренажера? Точнее, с его обработки. Вот, теперь можно заниматься. Антисептик, что бы я без тебя делала? Ну, не тут-то было. В зале кто-то чихнул. Срочно надеть маску. Только так можно спастись от микробов. Эта дорожка нуждается в санитарной обработке. Пока все не протрешь, даже подходить страшно. Ну вот, теперь можно побегать. Как привлечь внимание красавчика-тренера к своей персоне? Ну, конечно. Идеальным прессом. Похоже, этого вполне достаточно. Парень под впечатлением. Кубики пресса. Это так красиво. Вау, какой крепкий бицепс. Но всегда найдется человек, который с удовольствием все испортит. Подруга с влажной салфеткой. Раз. И нет никакого пресса. Серьезно. Нарисованный рельеф. Но ты даешь. Это фиаско. Ох уж это женская конкуренция. Порой любовь к спорту так сильна, что даже травмы не повод пропускать тренировку. Только посмотри, она же вся в гипсе. Эта девушка настоящая фанатка фитнеса. Штанга. Эй, может стоит сбавить обороты? А зачем? Вторая рука же не в гипсе. О, нужно прокатиться на велотренажере. Упс, вот только как на него залезть? Кажется, велопробег отменяется. А вот батуты – другое дело. Ю-ху, обожаю спорт. Порой, даже несмотря на активные тренировки, отражение в зеркале не радует. Хочется добавить объема в нужных местах. Что же делать? А, придумала. Поролон. Вот идеальное решение. Красота. И не нужно никаких изнурительных тренировок. Пробежка – это не только полезное для здоровья мероприятие, но и возможность более тесного знакомства. Только посмотри, тренер уже не знает, как обратить на себя внимание. Ну, как хочешь. Я побежал. Увы, его просто не было слышно. Ну вот, упустила такой шанс. Эх. Эй, я просто в наушниках. В спорте лучше прислушиваться к советам тренера. Но не все так считают. И пока кто-то трудится под четким руководством фитнес-гуру, другие предпочитают самодеятельность. Это выглядит довольно странно. И даже смешно. Но эта девушка, похоже, так не считает. Ей нравится использовать инвентарь не по назначению. Главное, она считает, что все делает круто. Ох, какая интенсивная тренировка. Так жарко и хочется пить. Хорошо, что фитнес-бутылки с водой тут как тут. Можно утолить жажду. Но если одной из девушек достаточно нескольких глотков, то второй не обойтись без импровизированного душа. О, это так освежает. Возможно, пристальное внимание тренера – это хорошо. Но не тогда, когда так хочешь съесть тайком шоколадку. И не надейся, что тебя не заметили. Оп, и нет никакой шоколадки. Ладно, ничего страшного. Пусть все вокруг потеют на тренажерах. А у меня есть банка колы, которая прекрасно маскируется под гантель. Но лишь до того момента, пока ее не обнаружит тренер, надо все-таки как-то усыпить его бдительность и показать себя прилежной спортсменкой. Правда, и о запасах стоит подумать. Вот они, в стратегически правильном месте. Теперь надо только дождаться, когда тренер выйдет из зала. И можно начинать пир. Вот оно, счастье. Ну, оказывается, тут есть еще одна сладкоежка. Это намного вкуснее, чем стройная талия. Раздевалка в фитнес-клубе – это такое место, где одни стесняются снять с себя куртку, а другие свободно раздеваются. Без всякого стеснения. У скромниц это вызывает настоящий шок. Мамочки, подождите, я выйду. Ой, какие мы нежные. Было бы чего стесняться. Есть и такие девушки, которые быстро устают в фитнес-зале. Они даже подушку с собой носят. Беговая дорожка, пожалуй, в другой раз. Может, штанга? Ауч, какой негостеприимный тренажер. Эти педали слишком сложно. Все это так утомительно. Не лучше ли прилечь отдохнуть? Батуты разве не для этого придумали? Оказывается, в зале можно прекрасно выспаться. Но только до прихода тренера. Как понравится симпатичному тренеру? Может, выкладываться на тренировках по полной. А другие пытаются действовать по-другому. Их секрет – яркий макияж и стильный образ. И, похоже, это работает. Как обидно. Надо срочно вернуть тренера на место. Тем временем красотка уже трудится на беговой дорожке. Кажется, это слишком быстрый темп для нее. Но тренер так не думает. А зря. Посмотрим, что делает старательная девушка. Нужна помощь. Не вопрос. Только давай побыстрее. О, это непросто. Ну, куда же ты? Красотке тоже нужен тренер. Похоже, дело плохо. Нужно подобраться поближе к конкурентке. Да, спортзал не щадит никого. Пара изнурительных упражнений. И мейкап уже не такой аккуратный. Но, похоже, у старательной спортсменки тоже нет сил продолжать эту борьбу. Ух, кажется, я все. И откуда у тренера столько энергии? Но не всем девушкам нужно руководство в спортзале. Вот Фитоняша, например, сама заткнет за пояс любого тренера. Сколько у нее силы и энергии? С ума сойти. Это не девушка, а настоящая батарейка. Ей под силу любые нагрузки. Тренер уже устал. А она продолжает заниматься. Ну уж, это должно выбить ее из сил. Невероятно. А если еще быстрее? Интересно, а она вообще человек или робот? Лови штангу, тренер. Хм, слабак. Ну и напоследок о таком явлении, как любительницы селфи в фитнес-зале. Для этих девушек тренажеры лишь фон для фотосессии. А теперь самое время для прямого эфира. Всем привет. Я на спорте. А сфоткай меня на тренажере. Конечно, такое поведение тренеру не нравится. Но инстандив это не смущает. Наоборот, отличная возможность запилить селфи с тренером. Он такой, как геничный, просто душка. Понравилось наше видео про типы девушек в спортзале? А ты занимаешься спортом? Напиши нам об этом в комментарии. Ставь лайк, подписывайся на канал и звони в колокольчик, чтобы не пропустить новые скетчи из фитнес-клуба на канале Трум Трум Вау. Спасибо.